Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу поговорить о том, а как же не пропустить такое состояние, как гипотиреоз. Гипотиреоз – это сниженная функция щитовидной железы. И, к сожалению, это состояние достаточно часто встречается у женщин. Почему же мы, врачи, так боимся гипотиреоза? Потому что щитовидная железа, она контролирует все обменные процессы в организме. И в том числе щитовидная железа также активно контролирует и работу нашей репродуктивной системы. И поэтому крайне важно, чтобы щитовидная железа у женщины работала нормально и функционировала правильно. Но, к сожалению, очень часто в практике встречается такое состояние, как гипотиреоз или сниженная функция щитовидной железы. И вот, когда развивается гипотиреоз, это, конечно же, приводит к целому ряду нарушений в организме. Итак, по каким же симптомам вообще можно заподозрить у себя состояние гипотиреоза? И в первую очередь при гипотиреозе всегда будет страдать общее состояние. То есть такая женщина будет отмечать у себя хроническую усталость. То есть состояние встало и уже устало. С утра проснулось, а уже разбито. В течение дня не хватает сил, бодрости, энергии на обыкновенные домашние бытовые дела. Частая смена настроения, повышенная плаксивость, депрессия, нет хорошего настроения, все раздражает. Это четкие признаки гипотиреоза. Также плохое качество волос, то есть истончение волос, выпадение волос может быть. Еще один очень характерный признак гипотиреоза это неконтролируемая прибавка веса. Если вы по необъяснимым причинам начинаете резко поправляться, то есть ваш образ жизни, ваше питание никак не менялось, но вы при этом замечаете, что ваша масса тела постоянно увеличивается, увеличивается, здесь конечно же необходимо проверить щитовидную железу. Либо другой вариант, очень часто женщины говорят, я сижу на диете, я ограничиваю себя в рационе, но не могу похудеть. Здесь тоже, конечно же, обязательно нужно посмотреть, а как работает щитовидка. Также для щитовидной железы характерна сухость кожи, слизистых, снижение концентрации внимания, памяти, мышления, повышенная чувствительность к холоду. Вот это все очень характерные признаки гипотиреоза. Также для гипотиреоза характерна отечность, постозность лица. И такие женщины будут жаловаться, что я постоянно отекаю, я и днем отек, шаг вечером. Особенно эта отечность увеличивается, особенно отечность и постозность именно лица. Это тоже характерный признак гипотиреоза. Пониженная температура тела, трещины на пяточках. Это все признаки гипотиреоза. Если у вас есть что-то из вышеперечисленного, я обязательно рекомендую проверить работу щитовидной железы. Как минимум сдать на уровень териотропного гормона, а в идеале, конечно, развернутый щитовидный профиль. Посмотреть такие гормоны, как Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, антитела, ТПО. Также обязательно раз в год я рекомендую проходить ультразвуковое исследование щитовидной железы для того, чтобы можно было исключить какие-то объемные образования в щитовидной железе. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если вы хотите получать еще больше интересной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. У меня всегда там очень интересно. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!